Работы много благодаря району, области. Поддержка же есть. Я благодарна университету, что сюда попала, потому что реально это колоссальный опыт. Тут хозяйство такое, что есть над чем работать. Очень над чем. И только вперед и вперед. Летом на данный момент лично я поднимаюсь в 4 утра, мне надо ехать на пастбище. Тут не каждый сможет работать. 65 лет на Долговской земле существует сельхозпредприятие «Белслуч». За свою историю оно потерпело множество преобразований и ребрендингов, но неизменным оставалось одно – работа на качество производимой продукции. В настоящее время у штурвала организации решительный и амбициозный руководитель. Петр Цеван считанные месяцы в должности, но уже видит перспективные пути развития предприятия. Тут хозяйство такое, что есть над чем работать. Очень над чем. И только вперед и вперед. Не так, как оно тут происходило ранее. В первую очередь собрать дисциплину, навести. Хотя бы, чтобы понимать, кто-то отсеется. В любом случае кто-то отсеется, потому что кому-то мои ритмы, работы и подходы не нравятся. Но оно везде так. Поэтому останутся те, с кем действительно, как говорится, можно будет работать. До этого Петр Цеван работал главным инженером в других агрофирмах Солигорщины. За 10 лет успел прочувствовать, что такое сельское хозяйство, как с ним работать, а главное, как его развивать на солигорской земле. Я привык ответственно относиться к всему. То бишь, к каждому всему есть цена. Где-то, конечно, мы закрываем на что-то глаза, мелкие, внутри коллектива какие-то. Но на каждом же, вот эта цепочка, на которой у всех своя зона ответственности. То бишь, если вот эта цепочка порвалась, дальше весь коллектив уже работать не может. Поэтому тут определяться надо сразу. Я не то, чтобы устроил, я просто прошу того, что у них прописано в должностных инструкциях. Все. Работа не только отнимает силы, но и одновременно дает их. Когда человек на своем месте, то вкладываемая энергия, эффективность работы и удовольствие от результата прямо пропорциональны друг другу. Поэтому в жизни так важно быть именно на своем рабочем месте. Потому что я сам родом из деревни. То есть всю жизнь деревня и учиться пошел по профилю. Сельскохозяйственную академию закончил. Поэтому, ну, как-то на своем месте себя ощущаю. Работы много. Благодаря району, области, поддержка же есть. Не то, что тут половина всех говорят, что... Ну, есть такой момент, что говорят, что молодых никто не поддерживает. Поддерживают. Ну, просто потом же эту поддержку за это же и спрашивают. Поэтому есть такие, кто не смотрит на то, чтобы потом отвечать за это. Ну, поддерживают обязательно. Сейчас главные цели хозяйства – увеличение дойного стада, укрепление кормовой базы. В составе сельхозпредприятия молочно-товарные фермы и комплексы, зернохранилища, склады, зерносушильные комплексы, обширный автопарк со специальной сельскохозяйственной грузовой техникой. Для более эффективного развития отрасли животноводства в производство внедряются новые технологии и методы. Свой свежий взгляд в работу вносят молодые специалисты. В Белслучи по распределению работают три молодых сотрудника. Одна из них – Виктория Синкевич. Сама девушка из Борисова отучилась в Пинске и сейчас работает на Солигорщине. В Белслуч попала по распределению из Полесского университета, где обучалась на экономиста-менеджера. Уже второй год трудится на должности заместителя главного бухгалтера. Мне с детства было интересно с бумагами играть, я что-то там перебирала, что-то писала. И решила, что мне нравится все-таки бумажная работа. С цифрами тоже мне всегда было интересно, поэтому решила пойти на экономиста. Но так как у меня профиль широкий, я могу быть и бухгалтером. Я сюда пришла, и мне устраивает, мне нравится моя должность, мне интересно, учусь постепенно всему. Доброжелательный коллектив и помощь коллег. Вот что помогает бывшему студенту влиться в рабочий ритм. Адаптация к новой роли молодого специалиста прошла хорошо. Отдел кадров наш просто хочет сказать ей большое спасибо за то, что она просто, можно сказать, тебя за ручку возит. Она и заведет в квартиру, все объяснит, все покажет. Тут ли бы вопрос спросить, тут люди все хорошие, добрые, помогут. Можно сказать, вот мой начальник, главный бухгалтер, она мне как мама. Я сюда пришла, она просто со мной везде была в каких-то тяжелых ситуациях. Конечно, было бы удобнее найти работу дома и никуда не переезжать, но не все здесь так просто. Работу там пыталась найти, но требовался либо опыт работы, а в университете ты же учишься, у тебя опыта работы нету. Либо там через знакомых, тоже у меня этого всего не было. И в итоге просто университет мне предложил. Был список всяких организаций. Я увидела Минскую область, Слегорский район, и мне казалось это интересным, Слегорский район. Адаптация к новому месту жительства прошла быстро. Все-таки опыт уже имеется. Да, и в разы проще переезжать, когда не надо переживать о том, можешь ли ты себе позволить съемное жилье. Аренда квартиры для молодого специалиста за счет хозяйства. Точно так же по распределению в Белслуч прибыли Евгений Троцкий и Алексей Лавур. Ребята отучились на ветеринарных фельдшеров в Ильянском аграрном колледже. Оба из молодечна. Вместе веселее и проще. Вместе поступили, вместе отучились и сперва на практику, а позже по распределению приехали тоже вместе. Евгений Троцкий с самого детства мечтал помогать животным. Смотрел много программ о помощи пушистым и сам не бросал в беде зверушек. Потому с выбором профессии определялся недолго. Мне казалось, будет намного сложнее, но опять-таки бывают свои трудности, смотря какая корова заболела и чем. Я думал, что я приеду, меня тут гонять будут и все такое. Ну, я как молодого специалиста, меня немного жалеют, но все же все равно работаю справедливо. Должность фельдшера, в принципе, выполняю. Любовь к животным в профессию привела и Алексей Лавура. Юноша также с детства помогал животным и мечтал связать с этим свою будущую жизнь. Как признается, Алексей, теория это одно, а вот практика совершенно иное. И в его случае на практике все оказалось намного легче. Когда был на практике, то сразу пробился, очень быстро адаптировался, очень легко стало. Постоянно все новое изучал. Ну, на практике намного все проще. То есть, если у меня был выбор, я бы сразу пошел на практику. Благодаря стараниям специалистов постепенно наращиваются объемы производства, урожайность сельскохозяйственных земель. Аграрное предприятие продолжает динамично развиваться. Разработаны и действуют мероприятия по экономическому развитию. Хозяйство самостоятельно обеспечивает кормами поголовье крупного рогатого скота. Особые отношения к сельскохозяйственным угодиям, пахотным землям, луга и сенокосы облагорожены. На полях используются органические минеральные удобрения. От кормовой базы зависят объемы и качество молока. И все это своими руками создают люди, которые трудятся в полях, на фермах и комплексах, на складах и зернотоках. Все то, что мы привыкли считать обыденностью – магазинные полки с сотнями видов молочной продукции, витрины с многообразием мясных изделий, любимые булочки и свежий хлеб – это ежедневный, тяжелый и самоотверженный труд скромных сельских жителей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok